Приветствую вас, я постараюсь ответить вам на ваш вопрос, скажем так, непосредственно, то есть я постараюсь вам ответить прямо непосредственно на ваш вопрос. Я не считаю и не думаю, что то, что вы сказали, является адекватным суждением, потому что есть процент людей, которые, вот как вы пишете, да, значит, на фото выглядят лучше, чем жизнь, да? Но если есть такие люди, которые на фото выглядят лучше, чем в жизни, значит, наоборот. Есть люди, которые в жизни выглядят лучше, чем на фото. И если мы допускаем это, то можно допустить, что человек на фотографии выглядит таким, как он есть, потому что фотография способна запечатлеть некое его, допустим, выражение лица или там вот что-то такое, да? А в жизни он выглядит не так, в жизни он зажатый больше, там вот, значит, ну, такая вот история, понимаете? Поэтому мне кажется, что так, мне кажется, что такая история, и ваш расчет, он в целом верен, то, что люди на фото в реальной жизни выглядят иначе. Вопрос степень, понимаете? Вопрос степени, потому что, как бы, ну, как бы, как вам сказать, степень, она зависит от уникальности самого человека. И как бы, вот, один человек так, другой человек так. Может быть, в жизни человек раскрывает то, что вы видите на фото, может быть, наоборот. Тут никогда не угадайте. Поэтому не сказать, что все люди выглядят иначе. Какой-то процент большой, да. Но есть очень большой, большая, большая доля процентов того, что человек, он может раскрыться на фото, и он может раскрыть то, что есть на фото в жизни. Такое было. И, как бы, исключать это нельзя. Татьяна, я хотел бы заметить, что люди неспроста идут на сайты знакомств. Я бы хотел заметить то, что, как правило, люди идут на сайты знакомств тогда, когда у них не получается построить отношения, либо есть очень сильное желание. У меня потребность это сделать. То есть, ну, то есть, сильное желание построить отношения. Вот. И я думаю, что справедливо будет, справедливо будет, если вы подумаете, для чего вам отношения. Зачем вам отношения? Понимаете? Вот, мне кажется, что, если вы себе на эти вопросы ответите, то будет, в общем и целом, ситуация гораздо лучше и понятнее для вас, чем... К примеру, то, что есть сейчас. Да, потому что на сайте знакомств люди действительно, они представляются как, знаете, как некий такой товар. Да, то есть, как бы, ну, воспринимают, воспринимаются как товар. То есть, выбирают. Знаете, на сайтах знакомств есть возможность выбирать. Всегда. Практически. А это очень деструктивная история для отношений. Очень деструктивная история для будущего отношений. Потому что, как бы, человеческая ценность здесь, она основ... ну, она под угрозой, оказывается. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы... вы для себя данный аспект как-то вот выделили бы, да? Мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя данную ситуацию как-то вот выявили бы. И мне бы очень хотелось, чтобы вы определили... определили для себя, вот, ну, значение. Какое значение для вас имеют люди на этих же сайтах знакомств. Понимаете? Какая штука. Ну, вот. То есть, очень важно, чтобы вот этот момент, он для вас был понятен. Чтобы вы сами себе могли ответить на вопрос. И если ситуация, допустим, складывается так, что вы выстраиваете отношения с людьми ради, там... к примеру, там, допустим, того, чтобы построить отношения. Чтобы, ну, ну, чтобы действительно, вот, на самом деле построить отношения, да? Ну, вот. Эм... то это одно. Если... Если... Разве чего-то другого, да? То есть, например... Если там, для того, чтобы... Что-то для себя получить, к примеру, там, ты так далее. Это другое. Совсем, совсем. Совсем другая история. Но вам желательно в этом себе как минимум признаться, то есть сказать, что, как бы, ну, что да, вот я хочу там чего-то, да, вот у меня есть там, допустим, такие вот желания, да, и я стремлюсь вот к тому-то, да, то есть у меня есть какие-то, ну, ценности, вот, понимаете? То есть это очень важно, чтобы вы вот сами для себя выделили вот эти, именно эти аспекты, вот. Потому что это избавит вас, на самом деле, от множества проблем, это избавит вас от множества негатива, это избавит вас от множества страданий, это избавит вас от множества переживаний, это избавит вас от большого количества, большого количества, значит, ну, сомнений, вот, Ну, в общем-то, в общем-то. И, в общем, позволит вам более естественным образом подходить к устраиванию отношений. Чтобы это не превращалось, да, вот, в какой-то мучительный выбор, допустим, каждый раз. Чтобы это не превращалось, допустим, каждый раз в какой-то мандраж каждый раз. Чтобы это не становилось для вас пыткой. А в идеале, конечно, если вы выстраиваете отношения все-таки с ориентацией на людей. В идеале. Чтобы вы делали это все-таки непосредственно, вот, ориентируясь именно на, ну, на человека. Чтобы вы видели в нем личность. А он, знаете, на ком этого сделать нельзя. Ну, или выстраивали отношения по расчету. В таком случае, опять же, опять же, не важно, как человек выглядит на фото. Вы просто встречаете, смотрите, ищите того, кто вам по душе и просто с ним взаимодействуете и, собственно, все. Вот. Это тоже очень важно для себя понимать. Ну, понимать. Это тоже очень важно для себя выявлять. Вот. Понимаете? Такая штука. Вот. Вот. Поэтому мне думается, что вот именно таким образом можно задать вам вопрос. Именно таким образом можно вам ответить на ваш вопрос. Больше, к сожалению, ничего добавить я не могу, потому что очень мало информации. Вот. Очень, очень, очень жаль мне, что вы, ну, действительно, как сказал мой коллега, потратили... Деньги, 600 рублей, для того, чтобы задать вопрос. Непонятно, к кому адресованы, да. То, что я, тут, ну, то, что я сказал, это по сути. Просто предположения, которые, может быть, не имеют к вам никакого отношения, которые, может быть, и не права вовсе. Вот. И я надеюсь, что вы конкретизируете свой вопрос. Я надеюсь, что вы все-таки зададите свой вопрос более, так сказать, узко направленным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok